Модульный принцип изучения истории Думаю, что в преддверии нового учебного года нам полезно будет повторить, оживить различные технологии применения и изучения истории. Прошлые вебинары, которые я проводила в издательстве «Просвещение», были посвящены различным технологиям, которые... Мы разбирали различные технологии, способствующие реализации различных целей и задач. Например, развитие универсальных учебных действий через проектную деятельность, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, обучающихся, работа со школьным учебником. Как уже говорилось, много уделялось внимание проектной деятельности. Ну и таким образом, сегодня наш разговор пойдет о том, какие варианты существуют применения технологий в зависимости от темы урока, от формы занятия. И как эти... Ну, другими словами говоря, как эти технологии мы можем применять. В последнее время мы стали замечать, что определенные технологии могут использоваться в преподавании применительно к определенной теме. Ну и таким образом, я долго думала, как же назвать наш вебинар, как объяснить эту тему, и решил назвать его модульми «Принцип изучения истории». Хочется сразу акцентировать внимание, что сегодня мы немножко проговорим про модуль, но дело в том, что не о модульном самом обучении, чтобы мы не путались, будет вестись речь. Что такое модуль? Модуль – это функциональный узел, основное средство модульного обучения, законченный в блок информации. То есть это узел, содержащий различные виды информации. Блок-модуль – это система учебных элементов, они называются УЭС сокращенно. И блок-модуль характеризуется цельностью, завершенностью, полнотой и логичностью построения учебного материала. Модуль может состоять из учебных элементов и должен состоять. Количество их зависит от конкретной темы, целей, подбора учебного материала обязательно не является. Учебный элемент 0 – это цели и задачи модуля, учебный элемент 1 – это входной контроль, рефлексии, выходной, завершающий контроль. Владение модульным обучением. В первом этапе элементы модульного обучения вводятся в один урок. Второй этап – составляется несколько модулей и опробируются в уроках. И третий – выстраиваются модульные программы и реализуются. О третьем этапе мы, конечно, сегодня так не будем говорить, но все равно наши темы, наши вебинары связаны именно с модульным обучением, потому что присутствует тема модульная. Однако модульный принцип, модульное обучение, оно гораздо сложнее и более, как сказать, требует большей подготовки. И, как я смотрела в некоторых рекомендациях, модульные блоки, вот эту модульную блочную систему нужно заносить в программу. Мы об этом говорить, как бы о том, что заносить программу мы не будем, мы будем говорить более о практике. Применение модульного обучения носит вариативный характер, может быть представлена эта технология наряду с некоторым стандартом, в целом, рядом различных моделей. То есть, о чем я и говорю, важно воспользоваться идеей, то есть созданием модулей, а варианты, возможно, самые разнообразные. Главное о том, чтобы уметь их правильно использовать. Это особенно важно учитывать на уроках истории. Наша специфика предмета такова, что блоки модулей целесообразно применять больше в старшем звене, в 10-11 классе. В 7-9 классе можно проводить уроки модулей по отдельным темам. В 5-6 классе уместно использовать карточки развивающего обучения, а полностью урок модулей провести сложнее, потому что модульное обучение предполагает развитие больше самостоятельности учащихся. Как вы понимаете, в 5-6 классе это гораздо сложно сформировать. В 10-11 классе более продуктивными становятся уроки, составленные по модульной технологии. Согласно этой технологии, принципиально меняется деятельность учителя на уроке. Его главная задача – разработать модульную программу. Сами модули, а на занятия он мотивирует, организует, координирует, консультирует, то есть осуществляет такое мотивационное управление обучающимся. Ну и, наконец, что в следующем мы с вами можем смотреть, то есть вот что такое модульный принцип. Сущность модульного принципа состоит в том, за основу так называемых модулей мы берем главы или разделы программы или учебников. Каждый урок в главе разрабатывается по определенному соответствующей требованию модуля алгоритма. Применяются разнообразные технологии, способствующие детальному изучению темы, а также разностороннему развитию личности. То есть мы берем, еще раз повторяю, раздел нашего учебника, который состоит из нескольких параграфов. Это может быть и 4 параграфа, может быть и 8, и 10. И каждый урок в данном случае – это у нас как таковой учебный элемент. А сам раздел, который мы берем, это у нас является модулем. Цель для учителя – быстро, эффективная подготовка к уроку. У вас уже есть заготовки, алгоритмы, как работать с данным направлением и с данным параграфом. Систематизация различных методик и технологий. Каждый параграф подразумевает использование четко определенных технологий, форм работы. И получается, что вы можете комплексно использовать огромное количество технологий, сказать об этом, что вы работаете в разных направлениях с обучающимся. И, опять же, это путь к вашему саморазвитию, самосовершенствованию в вопросах преподавания. Для ученика какова цель? Давайте посмотрим. Цель для ученика – эффективное усвоение материала. Таким образом, через различные роды занятий, которые способствуют мотивации обучающихся, мы можем разносторонне изучить материалы. Мы развиваем универсальные учебные действия наших учеников. И самое главное – это деятельностный подход, потому что модульное обучение подразумевает именно развитие, как я уже говорила, самостоятельности, в выполнении заданий. Ну и давайте посмотрим. Если взять учебники, неважно какого класса, за основу я взяла учебники под редакцией Таркунова, издательство «Просвещение» и работаю по ним, можно выделить следующее. В главах есть общие черты. Я их называю учебные элементы. Давайте посмотрим. Это могут быть внутренняя политика, внешняя политика, социальные или общественные движения, экономическое развитие, культурное развитие. И также присутствуют материалы несамостоятельной подготовки или проектной деятельности. Таким образом, мы выделили с вами уже те самые учебные элементы, которые нам необходимы для реализации и разработки наших модулей. Теперь под каждый учебный элемент мы подбираем определенные технологии, которые по своей сути различаются. И эти технологии должны быть направлены на изучение именно этого учебного элемента. То есть мы должны подобрать методики, которые в лучшей степени позволят нам изучить внутреннюю политику, политическое устройство, например, реформа. Мы должны подобрать те технологии, которые подходят для разработки внешней политики. Есть общий алгоритм изучения социальных, например, движений, экономического развития и так далее. Минуту. Выбираем типы заданий. По каким критериям мы должны отбирать типы заданий для работы в модуле? Первое, конечно же, это современные технологии, которые везде заявлены, о которых много говорится. И, коллеги, я думаю, что со мной многие согласятся, с которыми вы можете выступить в рамках областных, каких-то региональных, всероссийских конференций и сказать, что я эту технологию применяю. Дальше. Эти технологии должны отвечать требованиям ГОС. То есть они должны внести деятельностный подход. Должны развивать универсальные учебные действия. Максимальная самостоятельность обучающихся. Далее. Способствуют глубокому разностороннему изучению темы. Мы должны проработать их так, чтобы тема у нас была направлена не только на применение технологий, но чтобы эти технологии были эффективны в изучении темы. Направлены на эффективную подготовку к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. То есть эти задания учебных элементов должны перекрестываться, как сказать правильно, соотноситься с этим темой. Далее. Соответствуют возрастным особенностям обучающихся. Учитывают особенности класса. И способствуют повышению интереса к изучаемой теме. Таким образом, мы с вами видим, что по таким технологиям мы выбираем определенные типы заданий. Роль учебника и тетради. Здесь хотела остановиться. В данном случае в модульном обучении учебник – это источник информации. То есть все задания направлены, в принципе, на работу с учебником, с применением и привлечением других возможных источников. Это аудио, видео, материалы. Тетрадь ученика, обычная тетрадь, нерабочая, она в данном случае выступает местом сбора, фиксации информации. Я уделяю огромное внимание тетради каждого ученика. То есть таким образом мы начинаем разрабатывать. Мы начинаем изучать какую-то тему по определенному модулю. Мы записываем эту тему в тетрадь, и все задания, которые выполняет ученик, они фиксируются в его обычной тетради. И по итогам изучения модуля мы видим следующее. Мы видим, что у него в тетради есть такое разностороннее изучение темы с изучением, например, с написанием причин, следственных связей, дат, терминов. И все это заносится путем выполнения им определенных заданий. Какие технологии чаще всего мы применяем? Об этих технологиях мы говорили на предыдущих вебинарах, которые были в июне, в марте, в январе. Естественно, это технологии проектной деятельности, технологии критического мышления, критического чтения текста, раф-технологии, дебаты, стратегии, рамка, мозговой штурм, позиционное чтение, кейс-технологии, лекции, беседы. То есть вот в основном, чаще всего, мы используем вот именно эти. По технологиям критического чтения и мышления мы можем уметь и дольсинквейны, и диаманты, и двухчастные янеки, и двухрядный круглый стол. То есть все это туда входит. А теперь остановимся конкретно на практических примерах использования, строения урока по модульному принципу. Ну, если мы берем раздел, то, как я уже говорила, есть определенные сходства, мы их называем учебные элементы с вами. Каждый учебный элемент у нас будет как бы разработан. В принципе, это один урок, один-два урока. Начинать всегда с введений в эпоху или период. Введений в эпоху или период. На этом уроке мы ставим цели, задачи изучения модуля, предполагаем, каким будет этап. Домысливаем. Есть такая технология домысливания, когда мы говорим, о чем же мы сегодня будем изучать, что же нам предстоит изучить, какой период. И мы предполагаем, каким этот период будет. Начать такой урок мы можем с использованием иллюстративного материала. Это может быть портрет правителя. Если в данном периоде, например, Паксмута, дворцовый переворот и несколько правителей, то мы можем использовать с вами картину этого периода. Мы начинаем описывать эту иллюстрацию. У нас происходит ассоциация этого периода с определенным портретом или картиной. И таким образом мы описываем, даем характеристики и уже добавляем другие источники. И мы предполагаем, каким же период будет правление в дальнейшем, что мы будем изучать. И уже на последнем уроке мы можем соотнести ожидания, как говорят дети, и реальность, что же было. Ну и, например, перед вами портрет Александра Третьего, по которому дети сначала дают словесный портрет описания его внешности, как выдумывается какой-то человек. Затем мы читаем характеристики из учебника этой личности. Затем мы добавляем, например, анализ тех же самых современников, которые о нем говорили, историков известных. И формируем такое вот направление этого периода. Если мы возьмем картину Смута, например, то мы видим, что дети дают характеристики этого периода, что разруха, разобщенность какая-то, то есть беспорядок и так далее. Ну и вот первый такой учебный элемент можно провести именно таким образом. Как изучать внутреннюю политику? На мой взгляд, это одна из самых сложных тем, когда нам предстоит объяснить детям политическое развитие, а также реформы, которые проводились в данный период. Здесь я считаю, что лучше разделить урок на два или три. На первом уроке мы объясняем, рассказываем детям эту тему вместе. То есть лекции, рассказ учителя, конспект в виде плана, кластеры, ментальные карты. А на последующих уроках мы проводим задания на закрепление развития критического мышления. Вижу вопрос. Как осуществляется работа в рабочей тетради дома? У нас не рабочая тетрадь, я еще раз повторяю, обычная тетрадь ребенка, но дома они получают те же самые задания, которые они могут либо, сдаем ли листочки на раздаточных материалах, либо на сайте учителя. То есть у каждого класса есть своя группа, где они могут выполнить эти задания, и таким образом все задания связаны с учебником. И, как я позже скажу, все сайты, необходимые дополнительные материалы, все я представляю детям. Все у них есть в свободном доступе. Ну и, наконец, смотрим дальше. Задания на закрепление и развитие критического мышления. То есть вот эти задания, которые мы разрабатываем на втором и третьем уроке, они способствуют уже закреплению и разностороннему изучению и анализу данного периода. Смотрим с вами примеры. Первое задание, например, такое. То есть очень нравится детям, и мне в том числе, когда мы на экране, дети видят предложение, а окончание предложения нужно выбрать правильное. То есть в данном случае это итог крестьянской реформы 1861 года. И у детей в тетради получается вот такой вот, ну как бы под руководством учителя мы все это обсуждаем, осуществляем взаимопроверку, и таким образом мы делаем такие выводы по реформе. Лукошка терминов. Каждая тема содержит определенную терминологию. Словарик, так скажем. И вот в эту лукошку на интерактивной доске мы записываем определенные, вот сюда заносим определенные термины. В последнее время мы просто сделали обычную коробочку термина, это может быть обычная коробка картонная, корзиночка, в которой, соответственно, в которую мы записываем на отдельных листочках термины и заносим. И в конце урока мы еще разочек их прорабатываем, какие новые термины мы сегодня изучили. Технологии двухчастный дневник заключается в том, что в первом столбике, здесь уже направлено на межпредметной связи, мы берем какое-то литературное произведение, стихотворение, отрывки из летописи, и связываем их с изучением темы, с фактами. То есть первый столбик готовит учитель. В первом столбике, еще раз повторяю, мы берем отрывки стихотворения по строчке. Данной технологии можно применять уже и в шестом классе, например, по анализу личности, например, Ивана Калиты. Мы нашли стихотворение по анализу личности Дмитрия Донского. И во втором столбике комментарий. То есть что такое комментарий включает в себя? Ребенок должен занести исторический факт, связанный с этим стихотворением. То есть он работает с литературным произведением, соотносит его со своими историческими знаниями и формулируется вот такая таблица. Пожалуйста, пример. В этом году брали в девятом классе такой двухчастный дневник. Это высказывание Столыпина о его реформе, о причинах его реформы, и мы уже аргументировали. То есть здесь что мы с вами видим? Второй столбик включает в себя исторический факт, либо положение реформы, как он это решил, либо мнение ученика, почему так сказал Столыпин. То есть мы здесь объясняем. Таким образом, мы работаем с вами и с документами, высказываниями, и мы можем оценить взгляды самого реформатора и соотнести это с своим пониманием. После изучения, например, определенных реформ можно применять такой прием, как анализ карикатурных изображений. И из карикатуры дети также должны вынести определенную информацию, почему так, ну, почему вот это все так изображено. Какой вывод мы можем сделать из написания, из данной иллюстрации. Далее. Вот та самая ментальная карта, которую мы делаем. Причем, обратите внимание, она уже сделана не только на старших школах, но и на семипластиков, когда мы изучали личность Ивана IV и изучив его реформу и управление в Вечнину, в том числе мы... Я сделала такую ментальную карту, но, как вы видите, она не содержит готовые ответы, она содержит каждое задание, содержит определенные... Каждый пункт готовит определенные, как сказать-то, вопросы. Таким образом, разносторонне смотрим на тему, детально изучаем. И вот такой прием позволяет как-то вот структурировать в голове определенную информацию, полученную в результате обучения и изучения темы. Прием диаманта, это метод критического. Драмышление. И любимый двухрядный круг для рубрик «Историки спорят». В каждом учебнике, в учебниках, вот под редакцией Туркунова, но я думаю, что во многих есть проблемные вопросы. Данные проблемные вопросы можно изучить в форме двухрядного круга. Когда дети встают в два круга, лицом друг к другу, внешний круг, он двигается по часовой стрелке, внутренний, он на одном месте. Участники внутреннего круга отстаивают определенную одну точку зрения, участники второго круга – противоположную точку зрения. И таким образом, эту технологию мы можем с вами использовать в качестве как здоровьесберегающей технологии, как в качестве фискульт-минутки. И, например, разделить учеников так, чтобы они обсуждали и обменивались своим мнением. Таким образом, происходит усвоение не только предметного содержания, но и развитие коммуникативных компетенций, личностного роста какого-то, допустим, создания ситуации успеха, когда они друг другу помогают, обсуждают эту тему. Наконец, такой технологии, как «РАФТ» проекты, я не тоже говорила, когда мы изучали, например, ну, например, мы традиционно изучили первый урок у нас по внутренней политике – это изучение темы в форме лекций или рассказа учителя с иллюстрацией, с презентацией, с показом каких-то прагментов видеороликов. А дальше в качестве закреплений, чтобы понять, как дети усвоили материал, мы можем использовать «РАФТ» проект. То есть мы разделяем класс на группы, и каждая группа должна выбрать определенную роль – это ведущий, актер, учитель, редактор журнала, работник музея, блогер, художник, и рассказать нам тему или определенный какой-то пункт темы, раздел в своем стиле. То есть получается, например, если ведущий новостей, то он готовит, например, телепередачу, а актеры готовят сценку, и таким образом мы закрепляем полученную, изучаемую тему. Вот так вот выглядят фрагменты применения данной технологии «РАФТ». Для некоторых учеников в моем классе сделана доска с применением «РАФТ», то есть на перемене. Это, как я называю, что это организованные перемены, когда некоторые ученики могут подойти к этой доске, выбрать личность и выбрать роль, там все рекомендации и алгоритмы сделаны, и подготовить рассказ о какой-то определенной личности или к какому-то периоде направления. Другой технологией является стратегия «РАМК». О ней тоже скажу. Ее можно использовать в качестве итогового контроля. Например, вместо контрольных сделать, то есть разбить опять класс на группы или в качестве лучше, наверное, промежуточного контроля по изучению отдельно взятой темы. Мы даем детям определенный набор иллюстраций. На одном листе они вырезают эти иллюстрации, используют некоторые из них, не менее трех-четырех они должны использовать. И на чистом листе с использованием данных иллюстраций они должны подготовить свою статью или какой-то рассказ. Все иллюстрации должны быть взаимосвязаны, содержать описание, комментарии и так далее. И таким образом мы можем проследить, как дети поняли тему, как они ее усвоили, над чем можно еще поработать, что еще доработать. Эти проекты могут быть показаны и в классе на доске, например. Могут комментироваться учителям, может быть взаимпроверка. Но в этом году у меня получилось так, что, напередя на дистанционное обучение, все работы предыдущих лет сохранились у меня на сайте в сканированном виде. Естественно, организовать работу с вырезанием и составлением таких вот проектов, как мы его можем назвать, я не могла. И поэтому задание было такое. Это назывался ремикс-проект. Ребята мне представляла проекты предыдущих лет по теме, которые делали их предшественники. Они анализировали, добавляли свое. То есть мы анализировали проекты предыдущих лет. И получился это у нас ремикс, как они сказали мне. То есть таким образом мы с ними и поработали с данными иллюстрациями, почитали версии их сверстников. То есть все равно к этой технологии мы прикоснулись даже в дистанционном формате. Следующий учебный элемент. То есть он у нас будет по счету третий. В каждом разделе, в каждой главе присутствует такое, такое как, например, наличие исторических источников. И в экзаменах мы знаем, что все равно остается очень сложным определение работы с текстом, определение периода, каких-то характеристик. И поэтому третьим учебным элементом может быть урок по работе, урок-практику мы можем его назвать, урок-семинар, работа с источниками. Мы учимся работать с письменными историческими источниками. Мы подбираем документы, например, в данном случае с соборным уложением. Готовим задание для работы с этим документом и работаем в классе. Ответы мы также заносим в тетрадь, то есть у нас происходит анализ с соборным уложением. Хотела обратить внимание, как мы строим. Если мы берем большой фрагмент, фрагменты я печатаю сама детям, потому что есть в свободном доступе христоматии к нашему учебнику. Я скачала все эти христоматии. Беру я не все эти тексты, которые там присутствуют, то есть я их обрезаю, выбираю то, что мне нужно и составляю алгоритм работы с источниками. С чего мы начинаем? Например, в седьмом классе соборное уложение согласиться с очень сложным источником. Я не требую полного осмысления этого источника. Мы первое, что мы делаем, находим знакомые слова и термины. Например, мы можем встретить в этом термине оприч, поместный приказ, оброк, барщина, бобыль и так далее. То есть мы видим, мы работаем с термином, находим что-то знакомое. Далее. Далее мы разбираем каждую главу отдельно. То есть, например, я говорю, о чем глава вторая. Дети пытаются ее интерпретировать на свой лад, то есть понять ее. Дальше мы вместе прорабатываем, мы говорим о том, что в главе второй впервые встречаются наказания за преступление против царя и государева двора. Далее мы анализируем развитие торговли. Выбрала я. Ну и самое главное, конечно же, это анализ того, как произошло закрепощение крестьян. То есть вот этому разделу в источнике мы уделяем больше времени. Работа с источниками может происходить не только с одним, но и вот с такими короткими отрывками. То есть мы работаем с ними в использовании каких-то отрывок, отрывков, высказываний или из литературных тех же самых произведений мы с вами видим отрывок из «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева о роли помещика в отношении крестьянина. И таким образом мы этот источник не только... Сначала мы даем ему свое объяснение, свое понимание, потом доказываем это все фактами и делаем вывод о том, что образовался, ну не зря как бы этот период называется «Золотой век русского дворянства». Как изучать социальные и общественные движения? Это будет учебный элемент номер четыре. Во-первых, важно в этом блоке нахождение причин следственных связей. мы осуществляем с помощью приема фишбоум, то есть вот косточки рыбы, то есть как политика определенного правителя способствовала развитию недовольства, социального недовольства. Обязательно в этом блоке нам нужно структурировать, систематизировать информацию в виде таблиц. Согласитесь, наверное, каждый каждый учитель предпочитает такую форму работы, когда мы берем восстание, восстание мы называем, можем сами назвать, они могут выписать, мы даем характери... дату, участники, причины, итог, можно добавить ход событий и все вместе заполняем вот такую таблицу. И обязательно, я считаю, что после заполнения каждой таблицы у нас обязательно нужно сделать выводы. То есть, например, мы можем под данной таблицей сделать такие выводы, что огромное количество восстаний, период Петра I было вызвано тем-всем-всем. Выводы мы делаем с ребятами по приему три предложения. То есть, мы вставляем три предложения, как бы раскрывающие выводы по данной таблице. Еще раз, что у нас получается в тетради ученика? Рыбка. Напишем причины войны. Мы можем добавить личность, кстати. Мы берем таблицу и мы берем три предложения. То есть, вот так вот. Вы можете добавить также карту, личность и получается все уроки. Можно взять, например, бунтаж на тот же век. Мы можем взять восстание Пулачева, восстание при Петре I. Мы можем взять другие даже общественные движения в XIX веке и взять по такому готовому алгоритму. И получается у нас готовый такой вот урок. Далее. Социальное общественное движение можно закрепить и желательно закрепить тем, чтобы повторять предшествующие эпохи. Посмотрите, можно создать. То есть, вот такую табличку можно добавить в начало урока, можно в конец. То есть, в начало урока для момента мотивации, для актуализации знаний. В конец урока мы можем добавить табличку, чтобы опять для повторения и посмотреть, как усвоен материал. Ну и, конечно же, работа. Несмотря на то, что восстание и другие социальные какие-то движения, мы с вами можем посмотреть, что найдите восстание Пугачева. То есть, здесь восстание Степана Разина, восстание Пугачева. Мы подписываем эти восстания и прорабатываем на картах на интерактивной доске, что, чем они отличаются, какие общие черты. Дети говорят, например, при восстании Пугачева у многих выпускников, они видят букву Т. То есть, это им помогает определить, определенно разобраться в этой карте. Ну и следующий блок это социально-экономическое развитие. Давайте посмотрим, экономику мы изучаем всегда, как ее лучше изучать. Экономика это цифры в первую очередь. Поэтому здесь мы берем задание на изучение статистических данных, графики, диаграммы, таблицы. Можно дать варианты ответов из антипечатка, можно задать, сформулировать выводы обучающимся самостоятельно. И еще мне очень нравится прием тезис аргумента. Внимание, здесь мы готовим непосредственно к основному государственному экзамену, к единому государственному экзамену. Мы учим детей вот на одновременно изучению особенностей социально-экономического развития в определенный период. и соответственно решаем задание как подготовки к экзамену. Я отвечу на вопрос. Вы так работаете на каждом уроке? Вы знаете, да. Я не провожу отдельные уроки. Но, конечно, я вначале сказала, наверное, вебинара, что я даю примерную структуру. Я не говорю, что только так я делаю. Например, опять же, я повторюсь, в изучении восстаний я добавляю изучение личности того же самого Пугачева. Я могу добавить изучение портрета, где Пугачев нарисован на портрете Петра Третьего. Я могу добавить видеоролик, чтобы разбавить урок. Но вот эти технологии, они постоянно повторяются. И поэтому я их вынесла в вебинар. А так, отдельные уроки. Есть урок в этом году, в прошлом году, извините, в учебном году до карантина я ушла от изучения, например, даже в шестом классе. То есть мы изучили, например, такой вам пример. Мы изучили Ивана Калиту, Куликовскую битву, Дмитрия Донского. И последние пункты в параграфах о причинах возвышения Москвы. Я их убрала и перенесла их в третий блок, так скажем. У нас тема звучала тема урока «Причины возвышения Москвы в XIV веке». Это отдельная разработка. И на этом уроке мы повторили Ивана Калиту, Дмитрия Донского, Куликовскую битву. Мы посмотрели фрагмент из сериала «Родина» современного, где Машков рассказывает о Куликовской битве. Мы посмотрели, что эти события актуальны и сейчас, то есть они встречаются, знания нам нужны. Ну и таким образом как бы все вот урок способствовал развитию универсальных учебных действий. Я стала больше и больше применять. И этот материал копится, и я уже каждый год мне легче-легче что-то добавляю и провожу. Но я могу сказать про себя, что я фанат этого дела. Поэтому для меня подготовка к каждому уроку пока я еще не ссякла. Наверное, придет момент, когда я от этого уйду и буду более, наверное, спокойно относиться в преподавании, пока такого у меня не наблюдается. Спасибо огромное. Далее. Времени мне хватает, я как-то могу компоновать. На самом деле просто кажется, что мы о многом говорим. Если это отработать в систему, то урок достаточно. Вы можете какие-то технологии убрать. Но поймите, вот про, например, опять социальные восстания, социальные движения. Дети знают уже у меня. Мы начинаем так. Мы открываем этот параграф, и мы знаем, что у нас сейчас будет рыбка, табличка, выводы, и может Екатерина Валерьевна покажет какой-нибудь нам, как сказать, покажет нам какой-нибудь там видеоролик. Они уже готовы, у них уже тоже выработался алгоритм. Вот, например, я могу сказать о выпускниках девятых классов, которые с пятого класса у меня учились, у них уже выстроилась такая система. Далее смотрим. Спасибо огромное. Силы пока вроде есть, но я согласна, что они уходят сюда. Сказали, наверное. Продолжим. Примеры. Примеры изучения социально-экономического развития. Смотрите, я беру задание из книг по подготовке КГ. Некоторые таблицы можно сканировать, например, или взять их в электронном варианте. И в изучении темы я вношу табличку такую. То есть мы, например, изучаем развитие экономики в XIX веке, второй половине XIX века. И вот, пожалуйста, через эту таблицу мы делаем выводы о развитии, о росте или сокращении дворянских земель, об уменьшении площади дворянских земель. Даю им свои какие-то графики, способствую. То есть через графики они изучают экономику. Не из учебников, а через графики. В школе я 11 лет. уже. Далее. Вот, пожалуйста, по развитию, экономическому развитию при ЭПИ-3-1 мы видим, что это развитие заводов, рост мы наблюдаем, то есть дети должны сделать вывод вот так. Пожалуйста, табличка о статье расходов бюджета при ЭПИ-3-1, то есть они должны сделать вывод определенный. И вот еще обратите внимание, такая технология, она у меня возникла случайно, когда я пришла на урок, и вот, кстати, к ответу, откуда я черплю силу. Многие технологии придумываются спонтанно, и потом заносят уже презентацию, можно сказать, даже на уроке. Вот в данном случае, пожалуйста, я пришла на урок, открываю параграф, таблички у меня какие-то там графики готовы, это по дворцовым переворотам, экономика, например, да, экономический развитие перед дворцов переворотов. Параграф огромный, мне кажется, что, я не знаю, я не знаю, рассказывать, они меня слушать не будут, читать, задать, вот они сейчас читают. И тут я открываю, открыв параграф, еще вечером думаю, тут какие-то вот направления прослежутся. Я даю детям пять предложений, можно это в виде двухчасного дневника выстроить. Даю детям в виде пяти, пяти, можно шести, четырех предложений. Государство поддерживает развитие промышленности. Ребята, ищем в параграфе, где доказательства этому, мы ищем факты. Я говорю, вот у меня тезисы, это просто моя точка зрения, вы можете вот эту точку зрения мою опровергнуть, дальше. Россия вела активную внешнюю торговлю. С параграфа нищий. Промышленным центром оставался Урал. Положение крестьян ухудшалось. И вот эта технология, кстати, у меня родилась после того, как мы начали подготавливаться к УГ в этом году, в прошлом, извините, я еще не ушла в новый учебный год. Я понимаю, думаю, как им объяснить, что это тезис, это аргумент. И вот я стала им объяснять, и на уроке стали вот это отрабатывать. То есть одновременно я изучаю тему, одновременно дети понимают и работают с учебником, они готовятся к экзаменам тем, кто сдает. И как бы вот в интересной форме кто быстрее найдет, кто больше расскажет. Вы же знаете, дети, они любят вот эту вот конкуренцию многие, они хотят быть первыми, а нравятся учителям. Так, следующий блок это внешняя политика. Изучение войн и международных направлений, работа с историческими картами, используя больше мультимедийными, работа с иллюстративным материалом. Вот такой чек-лист. Я скажу честно, я заимствовала эти названия, вот эти таблицы, вот эту табличку в данном случае у ведущих вебинаров, которые преподают от разных центров. Вы знаете, сейчас это очень распространено, детей учат. Дети записываются на подготовку онлайн. многим, многие переходят на это. Я оторвусь на таком уроке. У меня возможность, у меня одна интерактивная доска принтер-компьютер. Школа в данном случае у нас очень старая. Вот единственное, что интерактивная доска, мои распечатки, меня все это спасает. Никаких учебных, творческих лабораторий у меня нет. Поэтому я, наверное, в своем кабинете очень редко веду вебинары. Это ответ. То есть больше, наверное, зависит от учителя. Теперь смотрим. Отвлеклась немножко, извините, на чек-лист. Вот ведущие вебинаров дают детям готовые чек-листы. Они рассказывают свой вебинар, ребенок распечатывает этот чек-лист, смотрит и записывает в форме конспекта, чтобы какая-то обратная связь была. И вот по внешней политике мы видим направление политики, название войны, мы заполняем табличку, даты, основные сражения, полководцев и начальники, мирные договоры, итоги. Можно вклеить карту войны, особенно у меня дети такие, которые очень интересуются историей, они просят, чтобы я их распечатал или сами распечатывают, находят карту войны и мои ассоциации. Про мои ассоциации скажу позже. Мы заполняем вот такие таблицы по войнам. И некоторые войны, практически все я не рассказываю, а включаю трехминутные, но тенедельные карты, которые есть в свободном доступе в Ютубе. Например, в данном случае карта русско-турецкой войны, второй русско-турецкой войны при Екатерине II. Задание их такое, у них вот табличка. Все, что они услышат в этом ролике, они заносят в таблицу. Потом мы это еще раз проговариваем, соотносим с учебником. Так, ребята, каких руководцев и начальников вы услышали? Каждый. Да, чек-листы в формате А4. Можно, но в данном случае мы переписываем в тетрадь просто. На экране они видят это все. Они переписывают или на сайте я им вставляю, говорю, вот это подготовить к уроку. Они выписывают в этот чек-лист информацию из мультимедийной карты. Мы все это проговариваем, говариваем, подтверждаем учебником. И далее, сейчас, секунду, вот, работаем с контурной картой на экране, можем поработать еще раз, проработать то, что мы увидели, воспроизвести. И вот мои ассоциации. Я стала брать карикатуру сначала. Я увидела в каком-то пособии, что такая карикатура, например, имперский шаг. И вот я, например, изучив внешнюю политику Екатерины Второй, мне отводится, по-моему, два часа изучения. Мы после этого всего изучения, я говорю, как вот эта карикатура может ассоциироваться с политикой Екатерины Второй. Мы начинаем работать с этой карикатурой. Дети говорят о том, что, ну, как бы, чтобы они запомнили из этой карикатуры направление, хотя бы какое-то, что получило выход в Черное море, хотя бы что победило в русских, в турецких воинах. Карикатуры все беру обычно в интернете. Выбираете карикатуру про Екатерину Вторую. Карикатуры разные бывают. Вы знаете, в последнее время я даже стала работать с комиксами в таком плане. Оказывается, огромное количество комиксов можно найти в интернете, которые отражают исторические события, но больше 20-го века. То есть вот дети-то любят эти комиксы, они любят всякие эти народы и так далее, в таком стиле нарисованы. Поэтому можно брать оттуда фрагменты какие-то. И дальше, я не знаю, как вы сейчас это воспримите, посмотрите внимательно. Мемы. Опять же, взяла это я, посмотрела буквально обрывками, смотрю вот эти вебинары, и дети вот эти любят мемы. Мне одна очень интересная. Знаете, я вспоминаю историю через вот эти мемы. Мемы и карикатуры. Соответственности, посмотрите. Может быть, это антиисторично, антипедагогично, но это нравится детям. То есть через вот эти мемы смешные, которые в интернете просто переполняют, уже можно любой найти. Конечно, надо их фильтровать, нужно что-то отбирать такое, потому что есть с нецензурными выражениями, но огромное количество таких, которые можно использовать. И понимаете, у наших детей это зайдет, извините, я скажу. Вот у меня сейчас... Чем слабее класс, тем больше заходят вот такие мемы. Как ни странно. Есть классы, которые... Ну, не хотят, если они работать. Если они считают, что лучше я перескажу. Это еще очень много зависит от учитель-начальных классов. Если их начальной школьной учили читать, больше работать с учебником. Да, я так же буду. Я буду продолжать, но потихонечку внедряться к ним туда со своими технологиями. Дети могут сделать мемы. Я им даю готовые мемы, например. А вот, пожалуйста, рядом в карикатуре французский вороний суп. То есть как связаны вот эти, да, допустим, мы можем посмотреть. И работа с картами. Карты я беру из обычных. Могу ЕГЭ взять. Мы просто разбираем вместе со мной. Мы говорим с ними, соотносим, что мы видим. Ну и культуру. Как мы изучаем культуру? Культуру дает опережающие задания посмотреть видеоролик о культурном развитии. На уроке обсуждаем ус на видеоролик, выполняем тестовые задания. Вот как раз это технология перевернутого класса или смена рабочего зона. Подбираю ролик. 15 минут. Это домашнее задание. Посмотрите видео. Они смотрят видео на уроке. Ну, еще раз его можно посмотреть. Или обсудить этот ролик. И дальше я говорю, например, я создаю свою электронную школу, мне нужна ваша помощь. Для этого вам необходимо подготовить буклет по данной теме. Я задаю вопрос, что должно... Мы формируем план по технологии Дустрам. Они формируют свой план, что им нужно сделать для буклета. И я говорю, вы выбираете один памятник, который вам понравился, и пишете по нему описание. То есть мы находим иллюстрации, оформляем. И таким образом ребята работают на уроке, потом представляют итоги своей работы. Причем я распределяю, там одна группа делает, например, по архитектуре, другая по скульптуре, третья по литературе и так далее. У меня получается много буклет, мы все проговариваем. Можем там, допустим, это все, опять же, обеспечить взаимопроверку. То есть вот я уже начинаю торопиться, потому что время у нас поджимает. И таким образом мы... Вот культуру я стала изучать по перевернутому классу. Для повторения разработала дистанционный курс России, он еще не до конца у меня проработан, до XVIII века, XVIII еще в разработке. Ну и там присутствуют различные задания, направленные на повторение культуры. То есть согласитесь показать каждый памятник, запомнить его, это очень сложно. Поэтому мы смотрим ролик, делаем проект. Дома еще дети могут там сделать задание вот в программе какой-то. Может быть, не обязательно стейпик, это может быть ваш сайт, это может быть в том же контакте, например, какое-то задание. В электронном дневнике вы можете определить. Ну и контроль. Последний урок – это контроль. Мы проводим рефлексию. На промежуточный контроль могут быть тесты на сайте учителя. Провожу контрольные работы и оценка деятельности еще. То есть деятельность на рефлексии учащихся. Смотрите, вот тесты, которые… То есть они не итоговыми идут, они идут по определенной, например, теме, как промежуточный контроль. А контрольные работы, они комплексные, да, выполняются. И там я уже могу отследить, эффективно это изучение или нет. Работать сейчас модуль не надо. Рефлексии мы можем привести в виде Инстаграм-публикации. Я про нее говорила на прошлом, безопрошлом, извините, вебинаре. Далее мы вот в виде такого вот Инстаграма я вставляю иллюстрацию по периоду какую-то любую. И вот обратите внимание, дети ставят хэштеги, лайки. Лайки – это количество дат, это придумали дети. Они комментируют к уроку или теме, локацию ставят, где это все происходило. Москва, Санкт-Петербург, там разные, да, имена участников группы. То есть вот так, я понимаю, они поняли, хотя бы что-то усвоили, эту картину, этот период. То есть какое, опять же, с помощью стратегии рамка я определяю, как усвоили. И оценка деятельности. Я представила вам свою простейшую оценку. То есть когда мы оценим предметные знания, мы даем детям тест. Мы видим, что даты там он усвоил, термины нормально, работать с источником никак. Своё понимание, например, он не может, да, при деференцированной контрольной работе. Оценка деятельности по желанию учителя. Смотрите, как происходит. Вот такая простейшая табличка, фамилия ученика. Отражение темы в тетради. То есть, например, он пишет, ну, как бы, в отражении, например, темы, там, правление Александра Первого. Урок первый, урок второй. То есть я ставлю плюсики, минусики, как он работает. То есть потом, смотрите, если мне нужно отследить, у меня кто-то спросит про эту технологию, то есть урок первый, у меня же есть уже готовый план этого модуля. Так, на уроке первом мы ставили задачи. Он никак не ставил задачи. Я ставлю там минус себе или знак вопроса. Урок два. Работа с историческим источником, например. Он отлично работает. Я ставлю плюс. То есть здесь я понимаю, как ученику конкретному, потому что каждый урок – это набор определенных умений. Согласитесь? То есть каждый урок направлен на что-то. Ему нравится работать с ним. Значит, у меня выстраивается такая какая-то, ну, как сказать, траектория работы с учеником. И можно провести самооценку. В конце модуля, например, мы добавляем, я им даю такую табличку. Я вижу, что они ставят плюсики мне просто. На уроке первом, там, урок первый. Интересно было? Плюс. Было трудно, было непонятно. Я понимаю, что такая форма проведения, значит, в данном классе, она может быть не совсем эффективна. И считаю в процентном, как бы, соотношении. И вот последнее. Я думаю, что я успею. Покажу вам, в каком виде… Так, я отвечу сначала на вопрос. В каком виде я сдаю домашнюю работу? Она разная. Это может быть написание сочинения, пересказ параграфа. То есть весь урок мы работаем. Дальше мы уже можем, могу, какой-то алгоритм работы выполнить. То есть, смотрите, если культура, посмотреть видеоролик. Пункты, параграфы я все практически не задаю. Я задаю отдельные какие-то, например. Один пересказ, пункт. Второму сделаю тот план. Выучить таблицу в этой тетради. И на следующий урок у них тоже комплексные небольшие проверки. Работа с датами. Один ученик у меня у доски решает тест. То есть 5-7 минут на проверку. Очень быстро происходит у меня. Домашние задания. И, например, онлайн-тест решит. Вот они у меня решили онлайн-тест. Отражается у меня все. Кто у меня сколько-то решил. Как-то все. Ну и, конечно же, основной контроль. Это вот как раз на уроке происходит. Модуль по обществознанию в 6 классе. Смотрите. Вот в этом году провела. Глава 4-й современной российской общества. Там включены 4 сферы нашего общества. Социальное, политическое, духовное, экономическое. Вот вам модульный принцип. Сейчас покажу. Первая тема. Российское общество в начале нового времени. Там изучается больше социальный состав. Изучаем параграф с помощью методов критического мышления. Параграф большой, трудный. Поэтому мы берем либо метод шести шляп. Каждый класс свой шляп. Первый там классовая группа. Первую группу этот текст анализирует. Вставляет план. Третий есть плюсы, другие минусы. Чтобы вы изменили, какие бы иллюстрации вы добавили. Каждая группа работает. Мы этот параграф изучаем. Изучили. Дальше. Позиционное чтение более сложное. То есть это уже, например, применительно для 8-9 классов. То есть текст читают, выбирают тезисы, понятия, символы, позиции. С чем ассоциируются. Составляют схему. То есть каждая группа. 6 групп вы видите здесь. И каждая группа выполняет определенные задания. Прорабатываем уроки. И на одном у нас тут параграф. Можно какое-то творческое задание к параграфу. Дальше идет параграф ресурсов и возможностей экономики нашей страны. Там два пункта, по-моему, или три. Первые два пункта наполнены терминами, что такое деньги, банки и так далее. Из них я прошу, ребят, составляем кроссворды с термином параграфа. То есть термины зафиксировали в тетради. И план пункта инновации. Он очень маленький. То есть мы его можем прочитать и составить план пункта. Опять же, видите, идет подготовка к ОГЭ. Конституция. Там очень большой параграф, направленный на изучение политического устройства России. Государственное ли два параграфа. Один первый по конституции, урок практики. Здесь, конечно, это шестой класс. Я им показываю, рассказываю про конституцию, знакомлю, изучаю наглядные символы. Слушаем гимн Российской Федерации. Обратите внимание на современный клип. Когда гимн Российской Федерации поет Лариса Дольна, он был снят в 2014 году. Когда у нас была Олимпиада в Сочи. И поэтому этот клип, он содержит историческое наследие и сам гимн. И, в общем, вот прямо на ура он идет до мурашек. И потом докладывающий поп, например, почему белый цвет плава, почему такой гимн, извините, герб и так далее. А потом современное российское государство. Что в параграфе? В параграфе идет Федерация термина, президент, три ветви власти. И тут я понимаю, что мне готовить что-нибудь не поймут. Параграф они читать не будут такой. Они прочитают, они ничего не поймут. Поэтому мы берем в переем буримое. Я придумаю, вот вам пример, прямо набор словосочетаний. Задача такая, не меняя порядок словосочетаний, составить рассказ из терминов. Используя текст параграфа, только текст параграфа. А словосочетание я беру из этого параграфа. Они пишут сочинение в себе в тетради. Читают мне его, могут рассказать. Если, например, слабые детки, можно прочитать на 4, на 3. Если сильные детки, на 5, ты уже расскажи его. И такой текст, это задание у нас включено в ВПР в 6 классе. И духовные ценности. Последние два параграфа посвящены духовному развитию России. Два урока. Это проект. Мы создаем буклет. Смотрите, я не знаю, как отразить. Это внутренняя сторона. Что такое ценности пишут дети. Достижения России. Дальше смотрите. Да, в заданиях ВПР есть. Веримое. Дальше. Достижения русской культуры. Вот смотрите. Каждому буклету, когда мы делаем, я привлекаю родителей. То есть пускай родители то, что они мне напишут. Таким образом у детей формируются навыки социального вопроса. То есть они, мама, расскажи мне это. И они записывают. Дети вопрос родителям. То есть выписываем первый спараграф, что такое ценности. Выписываем достижения России. Дальше выписываем достижения русской культуры. Там перечень идет достижений. И пишем, значит, например, я считаю, что там Федор Шалятин. А родители считают другого. Отразили. И внешняя сторона. Титульный виз проект называется. Духовное развитие России. И рефлексия. Я смотрю, как они работали с буклетом. И рисунок или иллюстрации по теме духовное развитие ценности России. Вот. И таким образом у нас и проектные деятельности. План составили, кроссворк делали. И поработали, и музыку послушали. Вот. Ну, мне кажется, и по, как бы, ну, покритиковали текст. Посмотрели на содержание. И от учебников не ушли. Самое интересное, да. Что мы все равно придерживаемся. Расходы минимальные у нас идут. Потому что учебник. Если вы меня спросите, откуда я... Каждый раз меня спрашивают. Понимаете, откуда эти технологии. Каждая технология у меня идет, как бы... Увидела я что-то, мне понравилось. В прошлом году я познакомилась со стрим-технологией. Я ее пробировала несколько раз. Все, у меня готовая наработка по ней есть. Таким образом я ее использую. Хочется, конечно, учиться и учиться. И кажется, что столько всего. И я многое не знаю. Но вот что есть наработка, то с тем делюсь. Спасибо вам огромное. Я хочу вам пожелать творческих успехов в этом новом учебном году. И хочу сказать, что цель-то моя была больше, наверное, снотивировать и дать силы для вдохновения, наверное, больше нам. И самое главное, чтобы было как можно меньше дистанционного учения. Я думаю, со мной все согласны. Если перегорю, значит, так будет, я считаю. Но отдыхать, отдыхать, мы тоже отдыхаем. Не переживайте. Есть ли какие-то вопросы? Есть ресурс. Это мой сайт. Если вы в Яндексе забьете Александра Екатерины Валерьевны. Сайт высвечивается, по-моему, уже сразу. Он, конечно, не платный. Он бесплатный, поэтому на нем есть наличие рекламы. Будет высвечиваться окно. Там есть наработки определенные, но, согласитесь, стало меньше выкладывать, потому что свои наработки я нахожу под чужими публикациями. Это стало мне очень приятно. Поэтому как можно меньше стало выкладывать, больше, наверное, ориентируюсь на детей. Все вебинары, по-моему, там я выложила. Там есть раздел, где мои вебинары, где технологии. Ссылка на сайт. Нет, ссылка на сайт. Вы имеете... На мой просто... Ну, как бы пишите Александру Екатерины Валерьевны. И он у вас высадится. Еще вопросы. Я посмотрю на вопрос, который мне задавали. Каким образом, по вашему мнению, модульный принцип влияет на качество знаний по истории? Ну, вот я уже сказала, что разработанные задания, каждое ориентированное на изучение определенной темы, оно позволяет и смотивировать учащихся к изучению. Чем больше мотивации, тем больше, может быть, и качества будет. А потом задания, которые зарабатываются по модульному принципу, они тоже разносторонние, да, и они тоже, вы заметили, глубокие. То есть мы не играем, а мы изучаем. И, например, в работе с историческими источниками копаемся до истины. Поэтому качество знаний растет, и я здесь не муховлю, потому что количество... Это показатели количества олимпиадников, наверное, в первую очередь, и рост баллов по итогам сдачи единого государственного экзамена. После использования данной технологии впервые у меня стали появляться победители региональных всероссийских олимпиад по истории, такие как будущие исследователи, будущие науки и так далее. Спасибо, коллеги. Родной Нижний Новгород. Я думаю, что все. Время наше. Требуют ли у вас обязательные контрольные трижды в год с кодификаторами и спецификацией? Нет. Кто требует? Уточните, пожалуйста, администрации. Все контрольные, которые я сочиняю, они мои. И у меня свой подход тоже к ним. То есть там и творческие задания, и тестовые, и взятые из контрольно-измерительных материалов. Спасибо. Спасибо, дорогие коллеги. Я отключаюсь. Я думаю, что я на все вопросы ответила. Всего доброго. До свидания. Здоровья, терпения, удачи, творческих успехов вам всем. Продолжение следует...